Работы. Температура плюс 50. Все как мы любим. Чувака Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой. И срочная новость. В небе над Тверской областью потерпел крушение самолет. По предварительной информации все погибли. Начато расследование катастрофы самолета Embraer. Согласно списку пассажиров, среди них значатся имя и фамилия Евгения Пригожина. В Тверской области России разбился самолет одним из пассажиров, которого значился Евгений Пригожин. Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, бизнес-джет, который следовал из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение. По предварительной информации все 10 человек, находившиеся на борту, погибли. Побахнуло в два раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Это самолет. Ты уверена? Ты куда он падает-то? Ты думаешь, второй тоже мертвый? Один весь разорванный, а второй тоже? 1795 написано на крыле. Журналист Андрей Захаров сообщает, что Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки. С ним был весь командный состав ЧВК «Вагна». База со ссылкой на флайт «Радар» пишет, что самолет не снижался перед падением, он пропал с радаров при наборе высоты. Частный самолет Embraer Legacy совершал рейс по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Об этом сообщает российский МЧС. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. Дым пошел какой, а там куски летят еще. Смотри, какой клуб поднимается. МЧС России проводит поисковые работы. Принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина. Мочить. Я предложил Путину не торопиться. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Ну, замочить можем. Я и Путину сказал, замочить можем. Это не проблема, не с первого раза, так со второго. Я говорю, не делайте этого. Потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята, они пойдут на все. Тоже можем замочить. Но тысячи, тысячи погибнут мирных людей. И тех, кто будет противостоять вагнеровцам. А это самое подготовленное в армии единица. Поэтому прежде чем мочить, надо подумать, а что будет завтра. Надо посмотреть дальше своего носа, что будет. Комментарий в структур Пригожина, впрочем, пока нет. Но связанный с ЧВК Вагнер канал Грейзон пишет, что самолет якобы сбили средствами ПВО. Начнем с того, что у Пригожина не один, а три самолета. Да, и в частности про этот самолет писали в свое время и важные истории. И многие другие СМИ, когда рассказывали о том, что Пригожин летает в Беларусь. И его самолет там видели. И, собственно, разбился один самолет. А второй самолет, который летел из Санкт-Петербурга в Москву, он, ну вот, видимо, вот только сейчас приземлился в одном из московских аэропортов. Не могу сказать точно в какой, потому что в какой-то момент этот самолет отключил транспондер и было не очень понятно по вот открытым сервисам, которые позволяют отслеживать самолеты, где же он летит и куда он управляет. То есть Пригожин теоретически мог находиться в том самом втором самолете? Да, он мог находиться и во втором самолете. И можно отметить, что вот тот самолет, который разбился, он не использовался с 18 июля. И когда второй самолет летал, ну, например, в Саудовскую Аравию, он прилетел из Саудовской Аравии 20 августа, второй самолет, собственно, с 18 июля никуда не летал и стоял в аэропорту. И, в общем, сегодня он полетел первый раз за месяц. Поэтому теоретически Пригожин мог быть и там, и там. А так бывает? Ну, вот сейчас Росавиация говорит, что Пригожин значился в списках пассажиров, видимо, среди тех 10, которые погибли, собственно, там три члена экипажа и семь пассажиров. Но поскольку это частный джет, то там никаких билетов нет, никакой, собственно, регистрации нет. Просто в Росавиацию или куда-то там подается. Как вообще это все устроено? Подается какой-то список, кто полетит теоретически на бизнес-джетах, а там уж они сами распределяются, как хотят? Ну, теоретически какие-то списки, конечно, отсылаются, скорее всего, но это не всегда происходит. И чаще всего на этих самолетах этих джетов, они просто нигде не регистрируются. Поэтому сообщение о Росавиации, конечно, странное. Потому что, ну, по сути, списки-то поданы, но на самом деле этих людей, как правило, никто не проверяет. То есть они проходят предполетный досмотр и садятся в самолет. И как бы и все. А что сейчас можно сказать по тем видео, которые есть? Вот появились кадры, самые первые, собственно, когда летит самолет, ощущение, что как будто у него нет одного крыла, и он как-то вот, то есть, входит в штопор, то ли он падает. Ну, то есть это, хотя там на том видео женщина, которая это снимала, утверждает, что это дрон, это дрон. Но, судя по всему, это был все-таки вот, мы показываем как раз эти дроны. Да, да, на видео, в общем, видно, что он падает камнем, да, то есть, видимо, уже без одного крыла, потом загорается и уже падает на землю и взрывается. И, ну, то, что сейчас говорят анонимные телеграм-каналы и ВЧКО, ГПУ, и Грайзон о том, что самолет был сбит ракетой С-300, ну, это, может быть, вполне похоже на правду. Потому что когда ракета, собственно, взрывается, она своими осколками поражает части самолета, в данном случае, может быть, как раз это и крыло было, да, и, собственно, после этого самолет падает. Ну, похожая история была со сбитым Боингом, когда, собственно, ракета не влетает в сам самолет, а взрывается около него и поражающими, там, элементами, она просто уничтожает, там, часть обшивки. И после этого самолет, в общем, естественно, не может никуда дальше лететь, типа. А Москва-Петербург вообще, это, наверное, самое частое направление для Пригожина, хотя последний раз он как-то делал какие-то публичные заявления и утверждал, что он находится в Африке. Да, вот этот конкретный самолет, который упал до 18 июля, он практически ежедневно летал между Москвой и Петербургом, летал он в Ростов, летал в Минск. Куда-то на территории Беларуси, потому что, опять же, этот самолет очень часто в конце полета или перед началом полета отключал транспондер, и поэтому непонятно до конца, конечная точка назначения, да, и белорусские телеграм-каналы писали, что он военный аэродром, этот самолет приземлялся. Ну, то есть, в основном, перелеты были внутри России или Беларуси. Я и Путину сказал, замочить можем. Это не проблема, не с первого раза, так со второго. Я говорю, не делайте этого, потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята, они пойдут на все. А это самое подготовленное в армии единица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова